Мы понимаем, что многие переболеют. Многие уже переболели, не проходили тестирования, которые мы начали в феврале и в марте. Многие даже переболели в январе. Но при этом какое-то время понадобится для того, чтобы сформировалась вот эта иммунная прослойка, чтобы можно было уже снять все эти изоляционные карантинные мероприятия в Москве. Поэтому пережидаем, пережидаем, занимаемся любимыми делами. Время переосмыслить какие-то вещи. Сейчас, кстати, прекрасное время есть, чтобы заняться образованием. У меня к вам личный вопрос. Дело в том, что со мной вчера приключилась одна очень неприятная история. Я хотел бы у вас получить персональную консультацию. Я зашел к своей бабушке, она живет одна в соседнем доме со мной. Ей 93 года. И примерно через полчаса после нахождения у меня, моего там у нее, я обычно к ней хожу в маске. Сразу же с порога мою руки и прошу ее не приближаться к ней ближе, чем на полтора метра. Так вот, примерно через полчаса после того, как я там у нее находился, она мне рассказала, что где-то за полчаса до моего визита к ней заходил участковый терапевт из нашей поликлиники для того, чтобы произвести так называемый плановый осмотр престарелых. Она рассказала мне, что с порога он не отправился в санузел, не мыл рук, на нем не было перчаток, он не был в маске. Он прошел в комнату, где расположился в кресле и, опять же таки, не соблюдая так называемую социальную дистанцию в полтора метра, сделал бабушке измерение давления своим аппаратом, который он, естественно, также не протирал спиртовой таблеткой, спиртовой салфеткой, ничем таким. Вот таким вот образом вчера моя старушка-бабушка, я считаю, подверглась очень серьезной опасности заражения, так как терапевт, в общем, понятно, это медицинский сотрудник, он работает в поликлинике, он вполне возможно первую половину дня принимал чихающих и кашлящих граждан, а перед бабушкой был, я даже не представляю, в такой вольной манере, без перчатки и немой рук, я даже не знаю, в каком количестве квартир. Вот я вчера так к ней сходил и, соответственно, я был у нее буквально через полчаса после его ухода. Скажите, что мне теперь делать? Перед этим я две недели стабильно сидел на самоизоляции и, в общем, уже очень сильно радовался тому, что я вот такой вот ответственный гражданин, понял, что к чему, вовремя спохватился, накупил всего, что надо, сижу у себя дома, мой дом, моя крепость, ничего со мной не случится, мне никуда ездить не надо, ни с кем контактировать не надо. И вдруг такой казус. Нужно ли мне бежать, например, сдавать сейчас этот тест? И вообще, вот что мне сделать сейчас? Сегодня идет второй день, я хочу понять, к какой симптоматике прислушиваться и так далее. Вы не один такой мнительный, таких людей очень много. Хочу обратить внимание всех, что перчатки медицинскому работнику нужны для того, чтобы защитить себя, а не пациентов. Именно у медиков, у врачей, у медицинских сестер риск заболеть от пациентов. Это раз. То же самое касается маски. Маска нужна пациенту, больному человеку. Это врач-терапевт подвергал себя опасности, если ваша бабушка была без маски. Первое правило. Когда ты приходишь к пациенту, нужно просить пациента, чтобы пациент надел маску, чтобы пациент не заражал. Потому что врачи ежедневно проходят врачебный контроль, измеряют температуру тела, сатурацию, уровень насыщения. При первых симптомах они отстраняются от работы. То же самое происходит с тестами на коронавирусную инфекцию. Врачи тоже проходят это тестирование с целью определения, есть ли носительство или нет. Поэтому, когда вы приходите сдавать кровь, если медицинская сестра берет без перчаток, она с собой рискует. У нее все нормально, не она заражает вас. Но обратите внимание, что у медиков сейчас запрещено пользоваться полотенцем и мылом пациента. И у них у всех есть антисептик и спиртовые перчатки. То есть, когда они заходят в квартиру, они обрабатывают свои руки. И ни в коем случае им нельзя использовать полотенце пациента, потому что именно пациенты могут их заразить. Понятно. Значит, он сделал все по инструкции и особо волноваться не о чем, да, в данном случае? Да. И вам тоже беспокоиться не о чем. Спасибо. Не нужно паниковать, искать какие-то частные лаборатории для того, чтобы, будучи здоровым, сдать этот тест. Если у вас нет никаких симптомов, то вам тестирование проходить не нужно. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо и вы. До свидания.